Мы должны взять за правило, что у нас левая висит на правом, а правая висит на левом. В момент хождения эти цепи должны совершать синхронные движения. Вот этот экзоскелет должен работать правильно. Казалось бы, экзоскелет должен помогать двигаться, а при отключенной левой ноге мы будем вынуждены своим собственным усилием толкать. Всем здорова, с вами доктор Воронцов. Вы находитесь на моем одноименном канале. Сегодня мы посмотрим третью часть саморегуляции, очень важную, про паттерн шага. К чему приводит неправильное хождение, неправильная походка, какие функции она нарушает. Сначала немного теории, а потом практика. Представляете, что в момент ходьбы простым языком работают насосы в виде мышц, которые перекачивают кровь с нижних конечностей, с ног на верхние. То есть усиливают круг кровообращения. Лимфатическая система гоняется тоже в этот момент. Когда мы лежим или когда мы стоим, поскольку кровь движется вверх с нулевым давлением, ей достаточно сложно за счет подсоса диафрагмы в момент дыхания загнать весь объем циркулирующей крови наверх. Поэтому мы должны так или иначе двигаться. Но двигаться мы должны правильно. Потому что эта синхронность движений как раз и приводит к синхронности работы всех насосов и систем. Но мало кто обращает на это внимание. Лишь остеопаты или кинезиологи, которые занимаются биомеханикой движения, на данный момент переобучают человека, видя при сборе анамнеза, то есть при визуальной диагностике, смотря на человека, когда он пришел к вам за помощью, мало замечают, что он волочит руку или ногу. Она не дорабатывает свои правильные движения, которые должна дорабатывать. И это впоследствии влияет на нарушения, такие как вирюкозное расширение бен, например. Например, отечность и все, что с этим связано. Мы должны взять за правило, что у нас левая висит на правом, а правая висит на левом. Представляете себе, что правая нога пристегивается ремнями к левому плечу, а левая нога пристегивается ремнями к правому плечу. И получается, что в момент хождения эти цепи должны совершать синхронные движения, перекидываясь через косые мышцы живота, как экзоскелет, который нас держит, широчайшие мышцы, косые мышцы живота, и конечности, которые двигаются. Вот этот экзоскелет должен работать правильно. Если мы с вами представим такую картину, что мы одели на себя экзоскелет, где есть поддержка рук, где есть поддержка ног, и какая-то часть этого экзоскелета работает неправильно. Например, мы возьмем и у этого экзоскелета отключим левую ногу. Соответственно, нам казалось бы, экзоскелет должен помогать двигаться, а при отключенной левой ноге руками экзоскелет будет помогать нам двигаться, правой ногой тоже, а левую мы будем вынуждены своим собственным усилием толкать. И вот представьте, что наши мышцы – это точно такой же экзоскелет, то есть это мышечный каркас, который может точно так же сломаться в определенном регионе, и, например, из цепи может быть выключена та же ягодичная мышца или та же широчайшая мышца с одной стороны. Поэтому мы все считаем, что мы сумку носим на этом плече, но это не так. При визуальной диагностике это очень легко определить. Курс по визуальной диагностике, то есть диф-диагноз, у нас в любом случае будет, а в одном курсе все описать, к сожалению, невозможно. И смотря на человека, мы понимаем, что человек ломает себя при хождении. Это все равно, что ехать, как я говорил в прошлой части, на погнутом диске на автомобиле. Сначала погнут диск, потом рушится система рычагов и всего остального, а потом это надоедает уже и самому водителю. И, соответственно, потихоньку ехать становится сложно, трудно и вообще не хочется. Вот если мы спроецируем это все на нашу систему, за водителя возьмем душу, за систему рычагов и связок возьмем скелет и мышечный каркас, а за погнутое колесо возьмем выключившуюся из цепи какую-то мышцу, то мы поймем, что к старости нам просто надоедает ехать. Организм начинает терять свои ресурсы, организму становится достаточно сложно. Поэтому остеопаты и кинезиологи и переучивают людей. То есть организм можно переучивать, включив осознанно определенную мышцу, специально есть тренировочные моменты, как включать паттерн шага. Мы включаем эту мышцу в цепь, экзоскелет начинает работать правильно, нам передвигаться легче, крови двигаться легче, лимфооттоку происходить легче, и всем тем китайским меридианам, по которым ставят иглы, также циркулировать энергии становится легче. Езда наша становится по жизни приятной. Это обычное, доступное человеческое объяснение без медицинских терминов. Поэтому давайте посмотрим, как это делать. Итак, смотрите, во время ходьбы работает спиралевидная линия, которая включается только тогда, когда мы ходим. Смотрите, наблюдайте внимательно за Александрой, как работают ее цепи. Вот эту ногу заворачивает в правую сторону. Видите? То есть она идет неровно. Соответственно, мы делаем вывод, что у нее перенапряжена спиралевидная цепь вот так. Но мы разбирать такие паттерны можем сколь угодно долго. Это нужно при визуальной диагностике замечать за людьми. Напомню вам один очень интересный факт. Если человек имеет проблемы висцерального характера, то есть с органами, то его лучше запускать и оставлять лежа. Если человек имеет проблемы с областью легоментозного характера, то есть с цепями, которые выстраивают нашу пустуру в момент стоя, ему лучше предложить встать на мат. А если вы видите, что у человека уже нарушен паттерн шага, то просто заставьте его походить по кабинету. Это совершенно разное перераспределение энергии. Поэтому вам нужно обязательно следить за этим. Все это делается при визуальной диагностике. Как собирать визуальную диагностику? Во-первых, у нас есть курс по визуальной диагностике. А во-вторых, я вам сейчас это покажу. Когда мы встаем сзади человека, мы, допустим, понимаем, что вот это плечо у нас уходит вперед амплитудно. Хотя у нее плечевой пояс висит, видите? То есть он не участвует в ходьбе. Нормальная ходьба – это когда синхронистично человек переносит за счет косых мышц руки к противоположной ноге. У Александра верхний регион подвешен. То есть руки в ходьбе фактически не участвуют. Это должно вас насторожить. Соответственно, когда у нас Александра саморегулируется, мы замечаем, что у нее своеобразно отыгрывает грудной отдел. Это очень уникальный метод визуальной диагностики и дифференциального диагноза. Потому что одно следует за другим. Заметьте, если у нас не работает этот плечевой пояс, а синергистом и стабилизатором является, естественно, передний грудной отдел, то мы понимаем, что в этой области у нас будут проблемы. И при саморегуляции человек вполне вероятнее, ну, в предыдущих видео вы видели, Александра всегда запускается с грудного отдела, и ее как раз тянет спиралевидная линия. Но поскольку она запускалась для съемки, мы до конца это все не доработали. Потому что нам нужен материал. И, конечно же, мы все это устраним, потому что она будет получать более хорошие результаты и на своих тренировках. Она спортсменка. Поэтому, делая присед, она сейчас может делать его без ягодичной мышцы. То есть, одна ягодичная мышца будет перенапряжена, а вторая отключена. Поэтому результаты на приседе у нее будут не очень хорошие. Но это тема совершенно другого семинара. Давайте вернемся к грудной клетке. Видите, как у нее висят плечи. И как бы ровно человек не ходил, как бы ровно человек не стоял, паттерн шага уже приучен к этому. И даже когда она будет регулироваться и пытаться отрегулировать грудной отдел в позе лежа, то после того, когда организм выстроит внутренние какие-то системы и подключит к этому низ, он будет заниматься теми проблемами, которые есть внизу. Либо, если вы заметили, что человек крутится одинаково всегда на каждом сеансе, и саморегуляция никак не может позволить ему отработать эту проблему, и вы ходите по замкнутому кругу, значит, саморегуляции требуется либо положение стоя, либо положение паттерна шага. Что мы сейчас и имеем. То есть каждый раз, когда мы запускаем Александру, мы понимаем, что начинаем мы с грудного отдела, и, казалось бы, эмоциональных проблем нет, травматических проблем нет, но нарушен паттерн шага. Соответственно, вполне вероятно, что на столе ее можно запускать сколь угодно долго, и организм всегда будет начинать с грудного отдела. Но он не отработает данный регион по одной простой причине. Ему нужно будет либо встать, либо походить. Когда мы включим данный регион, включится широчайшая мышца, через которую идет ремень на ягодичную, да, и на большеберцово-подвздошный тракт. А вот регулируется система стабилизации бедра, и у Александры правую ногу заворачивать в правую сторону перестанет, потому что спазмированная, усиленная мышца сейчас ее из-за этого и подворачивает. Соответственно, отключаются подвздошно-поясничные мышцы, и рушится еще глубинная цепь. Это очень важно. Все цепи так или иначе, мы вообще единый организм, все цепи так или иначе соединены. Соответственно, мы будем иметь неправильную осанку за счет внутреннего стержня, и все это можно отрегулировать при помощи паттерна шага. Вот смотрите, очень интересный опыт. Александра пытается ходить прямо, но ее заваливает на одну сторону. Смотрите, у нее, во-первых, болит пресс, который раньше не включался при ходьбе, а во-вторых, ее заваливает периодически на одну сторону. То есть, так или иначе, организм не отрабатывает эту цепь. А вы представляете, посмотрите, просто выйдите на улицу, посмотрите на людей, как они ходят, вам станет очень интересно, и вы начнете их читать. Это знаете, как люди, которые начинают что-то делать, они начинают наблюдать за другими. Вот попробуйте походить и понаблюдать за людьми, и вы поймете, какие у них проблемы. Поэтому Вольф Мессинг в свое время говорил, я не читаю мысли, я вижу язык тела. И когда мы вот так начнем разбираться в человеке, мы сможем действительно многое о нем сказать. Потому что здесь мы выходим, соответственно, на эмоцию. Грудной отдел у нас полностью эмоциональный отдел. И если плечи у нас висят, не участвуют в паттерне шага, и нога заворачивается направо, а право это мужская сторона, то мы предположительно не точно можем поставить диагноз, что человек скрывает свои эмоции. Мы вполне себе сможем спросить, но, хотя не каждый человек вам ответит, но в 98% случаев мы всегда выходим на эмоцию. Есть определенные проблемы либо с отцом, либо с мужским полом, либо еще с чем-то, и эмоциональный фон ввиду зажатости нарушен. И вот так можно читать людей, представляете? Итак, давайте рассмотрим теперь походку молодого человека. Смотрите, одна рука у него работает, а вторая рука у него постоянно висит. Видите? Какие проблемы есть у данного молодого человека? Как вы думаете? Естественно, у него есть травмы, у него есть шрам на шее и шрам от аппендицита. Соответственно, правая сторона его утягивает, и паттерн шага нарушен травматическим образом. Всегда наблюдайте за людьми, потому что это самое важное, независимо от анализов, независимо от анамнеза, который вы собираете. Всегда помните, что человек – это живое существо. Относиться как к неодушевленному предмету к нему нельзя. Итак, я прощаюсь с вами. Сегодня мы узнали, как правильно ходить и почему это важно. Запомните, переучиться можно чему угодно. Главное – заметить несоответствие. Скоро очень много видеоконтента. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Воронцов Роман.